Продолжаем изучать поучение отцов. Поучение отцов. Это прямая трансляция, да? Кто-то есть с нами, интересно, или всех никому спорят? Пока нет. Пока никого нет. Несколько человек было. Да. Мы продолжаем изучать учение отцов в Кирте. И мы уже с Божьей помощью закончили первую главу. И переходим ко второй главе. Вторая глава. Всего шесть глав. Пять основных и одна такая дополнительная. Есть общая идея одной главы. Первая глава. Я никогда не думал. Общая идея есть. Первая глава. Она, наверное, такая фундаментальная. Она больше обращается к судьям, да? К тем, которые ведут куда-то людей, да? Ну такая, она глобальная. Она фундаментальная. Фундамент вообще жизни по Торе. Мировоззрение по Торе, да? То есть она более фундаментальная. А уже глава, вот сейчас мы начинаем вторая. Она сразу обращается лично к каждому человеку и говорит о самом главном. Первая мечта во второй главе. Она говорит о самом главном вообще для человека. То, что определяет вообще все в его жизни, да? То есть вообще в личной, индивидуальной жизни человека. Это о выборе. Как выбирать. То есть каждый человек, вообще человек, это свобода выбора. У нас есть буквально каждую минуту свобода выбора, что выбирать. И внутри идет постоянная война между Едзарара и Едзартов. Есть области, которые вне войны. Это уже привычки. Это автоматизм. Чисто автоматизм. Например, человек автоматический. Вот кто, например, для него нет выбора там убивать, не убивать. Он не убийца. Но у него есть выбор украсть, не украсть. Теперь, потом он, ну, красть уже думает, нормально, красть нормально. Но грабить, вот так, чтобы подойти и забрать в наглую, нет, он не может пока. Это для него. Но потом вот он как-то думает, а... И у него постоянно идет вот некая линия фронта внутри борьбы добра со злом. А остальные вещи у него на автомате решено. Но решено, это как бы для него решено. Но все эти вещи тоже в какой-то момент они были для кого-то выбором. Понятно, да? Это шкала с одним шагом вверх, с одним шагом вверх. Ну, плюс-минус, да. Только она по многим проходит, по жизненным аспектам. И вот, значит, Раби, Раби Уда Анаси, глава булона еврейского народа в то время, он говорит, Раби это тот, кто составил Мишну. То есть, это, значит, уже после разрушения второго храма. Тут интересная такая вещь, что чем ближе ты к Богу, тем тебе легче выбирать. Потому что Бог это истина. И когда ты изучаешь второго, у тебя появляется истинный взгляд на мир. И ты приходишь, например, к какому-то праведнику, да? Вот я помню, Раби, как и Зинберзе, «То на суде при врагахах». Ты к нему заходишь, и у тебя сразу же такая ясность в голове. Вот просто ясность. Ты даже, я там приходил задать какой-то вопрос. Я говорю, какой вопрос, все понятно же. Как у меня вообще вопрос мог быть? Потому что попадаешь в вот этот Wi-Fi в полной ясности. А, значит, когда уже был разрушен второй храм, это как-то транслятор присутствия Бога в этом мире, то уже стало меньше ясности. И Раби начинает вторую главу, начинает с того, что говорит, «Эзи и дырак яшара шейвор луадам». Он говорит, какой путь прямой, чтобы его выбрал человек. В самом вопросе уже понятно, что нужно выбирать прямой путь. То есть есть пути вот такие вот, а есть путь прямой. Есть крайности, а есть путь прямой. Он говорит, в принципе, нужно всегда стремиться, уже из вопроса понятно, что нужно стремиться к прямому пути. То есть чтобы не было крайности, золотая середина. Теперь, но он говорит, дает нам принцип, какой принцип нужно использовать при выборе этого прямого пути. Он же сам отвечает, «Коль ши ти феррит ли осе, вы ти феррит ли о минатам». Значит, первый принцип, который он предлагает использовать, это принцип, чтобы было хорошо тебе и было хорошо от людей. Это принцип, который всеми навыков... Людям. Людям. Значит, это принцип, который сформулировал всеми навыков высокоэффективных людей Стивен Кофен совсем недавно, несколько десятков лет назад, там это звучит так, вин-вин, нужно строить отношения с людьми по принципу «выграл-выграл». Но это сказал Раби еще около двух тысяч лет назад, что человек должен выбирать тот путь, который хорош для него и хорош для людей, которые его окружают. Вин-вин. Это очень, смотрите, интересно. Стивен Кофен не открыл этот принцип. Он, правда, не сказал, что он его открыл, он говорит, а просто сформулировал их так, чтобы было понятно. Он не присваивал себе, что я открыл. Он говорит, это законы мироздания, так устроен мир. Но это даже не законы мироздания, это так Бог сделал. А просто в Перке, вот в Устной Торе мы изучаем эту божественную мудрость. Значит, что значит выбирать себе путь, который хорош для меня и хорош для людей? Значит, человек, он как бы... Вообще, он для чего живет? Для чего он живет? Это очень важный вопрос. Для чего я живу и так далее. И вот это тоже выбор пути. Для чего я живу? Значит, здесь, если мы пользуемся вот этим, как бы, принципом, да, для того, чтобы мне было хорошо, и людям вокруг было хорошо. То есть, это если мы используем этот принцип. И мне хорошо, и людям хорошо. Человек не может жить один. Если я буду делать, чтобы было только мне хорошо, и людям будет плохо. Они сделают, чтобы мне тоже было плохо. И в итоге это путь проигрышный. Если я буду делать все время, чтобы людям было хорошо, но будет плохо мне, тоже проигрышный. Значит, ну это один из принципов. Это один из принципов. Если ты попал в определенное общество, правильно? Если ты в каком-то более низком обществе, то тебе хорошо? Нет, это как один из принципов. То есть, тут в чем прикол. То есть, мы никогда не знаем, ну, человек видит реальность только то, что перед его глазами. Он даже понятия не имеет, что находится за той реальностью, которую он видит. Человек смотрит на другого человека, и он не может понять, что тут думает. А когда человек выходит из комнаты, я вообще не могу понять, почему он вышел из комнаты. И когда я думаю, что будет дальше, я просто гоняю виртуальную реальность у себя в голове. Значит, поэтому, Раби дает, он говорит так. Первое, путь надо выбирать прямой. Не нужны никакие крайности. То есть, когда у тебя есть или-или, то лучше выбрать и-и. То есть, чтобы не было жесткой крайности. Но это, опять же, это общие принципы. В каждой конкретной ситуации на человека влияет множество векторов. Векторов, его желания, законов куча, желания других людей и так далее. Просто Тора помогает нам внести ясность, что влияет, и максимально эффективно двигаться по жизни и по миру. Максимально на 100% реализовывать человеческое предназначение по Торе. А какое, вот тут мы пришли, куда путь выбирает. То есть, главное, Тора нам говорит, что главная задача человека в этом мире, это приблизиться к Богу. То есть, реализовать свой божественный потенциал. Пройти по вот этой вот там 70-80 лет и прийти уже к Богу, сказать, видишь, я выполнил все твои задания. Все, реализовался, я с тобой, ты со мной, все отлично. Так вот, именно об этом говорит Тора. Но, опять же, эти принципы можно, когда ты их знаешь, что ты в любой ситуации, используя эти принципы, можешь выбрать максимально хороший путь. Но еще раз, начинается шелканорух, это шелканорух сборных законов. То есть, шелканорух, это там, где уже прописаны все конкретные правила поведения, что надо делать. То есть, как бы есть глобальные принципы, а есть аллахот. Законы, по которым если ты действуешь, все будет хорошо. Законы, изложенные в шелканорухе, это сборник законов, шелканорух. Написал его Робьесов Корот, сформулировал, 500 лет назад. Значит, начинается шелканорух с первого закона. Какой? Шевите, ашемлены, наггит, мид. Представляю Бога перед собой всегда. Зекла, гадольма, молотый цереки. Это правило большое в поднятии праведника. Значит, первым делом, когда ты едешь куда-то в GPS машину, нужно ввести правильный адрес. Если у тебя нет адреса к Богу, то ты по-любому ошибешься. Что бы ты ни делал, то есть, если ты едешь не в том направлении, как Стивен Ковитин же красиво говорит, он говорит, люди рубят лес в джунглях, и они работают, они классно рубят. Потом один залез на пальму и говорит, мы не в том направлении рубим, нам не туда надо идти. И если человек не идет к Богу, то даже если он правильно и быстро идет, он идет в другом направлении. Поэтому начинается сборник законов. Первое, в GPS всегда должно быть в бит-адрес. Я иду к Богу. Это как... Лабиринт Рамхалин. Ну, лабиринт это принцип, как оно работает. Но еще раз, вот, у Раф Зильбера, он говорил, у него в голове всегда был вопрос, что Бог от меня хочет. Все. Вот это был главный вопрос. А дальше Шоконорук рассказывает, как действовать, как реализовать. То есть, должно быть вначале четкая точка, я иду к Богу. Потом Раби спрашивает, какой путь прямой, что выбери того человека. Здесь он сразу же в вопросе дает ответ. Прямой это бескрайности. Ты идешь к Богу, но иди к бескрайности. Ты идешь к деньгам, иди к бескрайности. Ты идешь к здоровью, иди к бескрайности. Везде. Но ты должен все равно идти к Богу. То есть, здоровье для Бога, деньги для Бога, и так далее. Теперь, коль шейкиферекляция, второй принцип. Путь должен быть прекрасен для тебя и прекрасен для людей. Теперь опять. Ни один из этих принципов не работает без главного принципа Ишуха Наруха. Представляй Бога всегда перед собой. То есть, если ты представляешь Бога всегда перед собой, а потом у тебя есть ситуация, в которой тебе надо принять решение, тогда у тебя следующее. Путь прямой. Следующее. Путь должен быть прекрасен для тебя и прекрасен для людей. Тогда начинают уже добавляться другие критерии выбора. Следующий он дает критерий выбора. Абезаир бамитсва калакеба хамура. Теперь и будь осторожен в заповеди легкой, как в тяжелой. То есть, вся жизнь человека в этом мире, она состоит из 248 исповелевающих заповедей и 365 запрещающих, и множество постановлений мудрецов, ограды для закона, множество обычаев и так далее. И ты никогда не знаешь, какой из них имеет большее значение. Поэтому он говорит, будь осторожен, но то, что связано с Богом, всегда влияет на ситуацию больше, чем то, что с Богом не связано. То есть, божественные, которые уже как бы зацеплены на небо, этот материальный мир, это отражение, проекция миров духовных. И там идет каскадом, идут каскадом влияния. Там есть там ангелы разные, силы трансцендентальные, всякие, идут влияния духовные. Потом эти духовные миры, эти каскадные движения, оно входит в этот мир материальный. И когда ты здесь, когда человек делает здесь какое-то действие, то он этим действием тоже включает всю вот эту каскадную цепочку. То есть, ты сделал действие, там тоже пошло шевеление. Теперь, если ты делаешь действие, которое называется митцва-заповедь, которое соединено с Богом, тогда ты... Вся система, она сильный туда пошел, кач такой энергетический, духовной энергии. Когда ты делаешь какое-то страшное там нарушение, например, служение идолов, ты вообще всю систему раскачиваешь. То есть, в этой системе, в духовной, есть какие-то там опорные точки, которые называются идолы. То есть, раньше Бог же все равно всем управляет. Но были люди, которые в свое время, это началось поколение Эноша, они говорят, ну мы будем молиться не Богу, а мы будем направлять свои усилия духовные на вот эти вот опорные точки. Ведь они это сравнивали, как есть царь и есть его министр. В чем мы будем Бога царя тревожить? Мы к министрам пойдем. А потом они поняли, что министрам можно давать взятки, что можно на них влиять. И это было идолопоклонство. То есть, заставить систему работать на себя, как бы без учета Бога. Это как бы сути долопоклонства. Маленький вопрос. Вы, например, глава в компании. Не идет же каждый человек к вам. Он идет к министрам, к делу. Правильно. Но если он не учитывает мои интересы, то это преступление. И можно очень легко расшатать любую компанию. Если дать взятку любому менеджеру, и откаты, и так далее. Очень часто владельцы компании из-за этого сильно страдают. Но Бог, естественно, не страдает. Он все это видит. Но Он хочет, чтобы все было правильно. И именно правильно по выбору человека. Он дает все время возможность. Делайте неправильно. Но знайте, что будет отдача. И я жду, пока вы раскаетесь и сделаете правильно. То есть, почему? Если бы он хотел уничтожить здесь сразу за преступление, то был бы момент, мир бы разрушился. И он все время ждет, ждет, ждет. Вот многие раскаиваются. То есть, вот мы, например, сейчас проводим урок. Многие послушают и скажут. Да, действительно, надо помолиться. Надо Бога поблагодарить. Надо сделать что-то хорошее. Поучить Тору и так далее. То есть, в этот момент, как бы, стирается вся та грязь, которая была сделана раньше. И Бог говорит, отлично, видите, все, мир исправляется. Бог-то хочет добра для мира. Теперь дальше. И теперь Раби дает второй принцип, что будь осторожен со всеми духовными вещами, вот эти митцвот, заповеди. И ты не знаешь, какая из них легче, какая сложнее. То есть, со всеми будь осторожен. Они имеют большее значение на жизнь, влияние, чем все остальное. Тут очень интересно, значит, что очень интересная здесь вещь, вот с этими митцвот, заповедями, с духовными. Значит, будь осторожен в легкой заповеди, как в тяжелой, что ты не знаешь матан с хоран шельмитцвот. Ты не знаешь, какая награда идет за заповеди. Тут интересно, что ограда... Итак, значит, Раби продолжает. Будь осторожен с тяжелой заповедью, как с легкой, что ты не знаешь награду за заповеди. В чем здесь прикол? Значит, каждый человек, каждый человек, он находится на разном духовном уровне. Заповеди это некие действия, которые установлены, но сила, которую ты туда вкладываешь, зависит от твоей духовной силы. И Бог учитывает там все нюансы. Есть такой закон, тоже, впервые вот он сформулировал, есть такая мечта, или пункция агро-агра. Чем больше страдания, тем больше награда. То есть, один человек, он сидит целый день, учит Тору. Для него проучить эту мечту, это будет преступление. Почему? Он уже на таком уровне, он уже там вообще... То есть, для него... Ну, это не будет преступление, но ему награда за то, что он сейчас сидит там, мечту какую-то учит, которую он уже в Хедере учил. Это для него не учеба Тору. А значит, а для другого, для которого это первая мечта его в Торе, это для него вау, это для него там самое ценное, что он вообще за жизнь сделал до сегодняшнего дня. И на небе смотрят, о, там смотрят, значит, вся его там, все поколения перед ним видят, что он к Богу вернулся. Они там радуются, праздник танцуют. То есть, да, это для него невероятная награда, да. Например, когда начинаешь ты соблюдать шаббат. Это такой шаг в жизни, это изменение всей жизни, это изменение сути человека, это полная трансформация. Но когда ты уже соблюдаешь шаббат, то тот же самый шаббат, если ты его будешь еще соблюдать, как первый раз, когда ты там половина не знала, это уже будет не слишком большая награда. То есть, ты будь осторожен с легкой заповедью, как с тяжелой, что ты не знаешь награду за заповеди. И, возможно, что за легкую заповедь, но которую тебе тяжело сейчас делать, но ты ее соберешься и сделаешь ее с очень серьезным намерением, возможно, что будет тебе за нее намного больше награда, чем, потому что собраться, когда ты уже привык к рутинно делать заповеди, очень тяжело собираться тоже. Дальше он продолжает. Он говорит, будь осторожен в легкой заповеди, как тяжелой, что ты не знаешь награды за заповеди. В Торе не указано. Есть за пару заповедей указаны награды, там, долголетие, но, в общем, за заповеди не указана награда. Можно по уровню наказания попытаться догадаться, но он говорит, не пытайтесь догадываться, ко всему относитесь серьезно, делайте сосредоточенность намерения от всего сердца. Дальше он говорит, и так же считай, и в сет митсвак, и негет с хара. Он говорит, иногда, иногда, для того, чтобы сделать митсву, тебе нужно потерять время, потерять силу и так далее. Но ты подумай, какая за нее будет награда. И здесь очень интересно, вот у меня есть в жизни такие случаи, например, стараешься, прикладываешь усилия, пашешь, деньги вкладываешь, все, не идет. Потом пошел, помолился, попросил у Бога, вообще, ну, уже руки опустились, как пошло вообще. И думаешь, вот, ну, где, как узнать, где, как сказать, где рычаг. Да, вот Рабе говорит, что, знаешь, что то, что ты тратишь на митсву, с хара будет, награда будет намного больше, к тому же есть же награда еще в мире грядущем, это главная награда. Ты это вкладываешь, в каждое митсвак, это ты вкладываешь свой грядущий мир в вечность, в свою же вечность. И с хара, аверак и негет и всегда. Значит, какой есть сахар у аверы, какой есть награда за преступление, а, как же они достали. Включите самолет. Да, надо было включить уже. Все, сейчас, секундочку. Так. Мы уходим в самолет. Видите, окружающий мир, он очень сильно мешает. Мешает, мешает учиться. Все. Мешает учиться. Итак, какая есть награда за... Дальше он продолжает. Будь. Да, посчитай награду за преступление против эфсета, против убытка, которую ты от нее получишь. Да. Значит, какая есть награда за преступление. Обычно почему-то все преступления приятные. Так Бог специально сделал, чтобы сохранить равновесие между... Чтобы сохранить равновесие между добром и злом. То есть, добро, понятно, привлекательнее. Добро, вечность привлекательнее. Любовь к Богу привлекательнее. То есть, это для нормального человека, по-любому, это привлекательнее. Да. Ну, логичнее. Вечность против могилы. Любовь против ненависти. Ну, конечно, все бы выбирали. Только Бога, только за победе. Тогда не было бы свободы выбора. Бог говорит, нет, сделаем сейчас так. Сделаю сейчас, чтобы уравнять шансы. Я сделаю преступление привлекательным. Это обман. Привлекательным сейчас? Привлекательным для человека внутри. То есть, чтобы человеку казалось, что будет удовольствие. Ведь, когда ты гонишься за какое-то там, ну, что обычное преступление? Запрещенная еда, запрещенные женщины и запрещенные какие-то действия. Ну, там, шаббат нарушать и так далее. И человек думает, вот, я сейчас там, вот эта женщина, она такая, она такая. А какая она? Никакая. Она такая же, как любая другая. И это чистая обмана, когда человек гоняется за какими-то запрещенными женщинами. Запрещенная еда. Ты съедаешь эту запрещенную еду. У меня был один знакомый, он не мог отказаться от мой репродуктов. Он уже стал идеозным, но он любил там. Он такой богатый очень, да. Он устриц любил. И он, значит, уа, устриц, хочу устриц, бах, съел этих устриц и в больницу. А, да? Да. Потом опять и опять в больницу. И уже он, ну, то есть вообще. И, понимаешь, то есть ты только думаешь, что у тебя будет хорошо. Но, действительно, преступления Бог сделал привлекательными. А заповеди он сделал на внутреннее, как бы, ожидание человека непривлекательным. Но, когда ты делаешь заповедь, ты все равно чувствуешь больше удовольствия. Когда ты делаешь преступление, ты все равно чувствуешь потом, ну, раскаяние, неприятно, поделье. Пока делаешь, не сразу? Пока делаешь, не чувствуешь, потом чувствуешь. В общем, еще раз нужно все подсчитать. Дальше он говорит, Истакель, посмотри на три вещи, и ты не придешь к преступлению. Он говорит, а как же не прийти к преступлению? Он говорит, да, малый-малый милка, знай, что сверху от тебя. То есть это связь между вот этим первым? Это все он рассказывает, как делать выбор. Это все делать выбор. Все говорится, вся эта мечта говорится о выборе, о принципах, которые надо использовать, когда перед тобой стоит выбор. Здесь идут перечисления этих всех принципов применения к выбору. Берешь листик бумаги, ставишь, пишешь, так, швидины ошемлены над дитами, представь Бога, вот мое главное направление. Второе. Какой путь прямой? Этот или этот? Между. Дальше. Митсва калаке, ну, то есть, будь осторожен с легкой заповедью, как с тяжелой. Смотришь, как, что заповеди говорят по этому поводу, да? Дальше. Посчитай награду за заповедь и ивсет, и потерю свою, и точно так же преступление. Посчитай, что ты получишь от преступления, что ты посчитал. Дальше. Посмотри на три вещи, и ты не придешь к преступлению. Знай, что... Значит, здесь есть простое понимание, что на небе идет все время запись того, что ты делаешь. И оно, потом ты туда придешь, тебе покажут. Это раз. Но второе, вот то, что сочетается в очень современной психологии, значит, посмотри, что сверху от тебя, чтобы не перейти на преступление. То есть, можно понять это так. Посмотри с позиции сверху. То есть, человек, он воспринимает мир через глаза, уши и тело, да? И у него есть некая картинка, которую он представляет себе, что это будет, ожидает, что это будет. И когда он принимает какое-то решение, то, в принципе, он не знает, как будет. То есть, в этом и смысл. Ты думаешь, что мне сделать, чтобы мне было хорошо. То есть, ты играешь в некие шахматы такие психологические, да? Вот я сделаю так, будет так, и мне будет хорошо. Или я сделаю так, и еще так, и мне будет тоже хорошо. И ты вот это вот все внутри, в мозгу своем, пытайся выстроить и представить. Теперь он говорит, что поднимись над этим всем. Поднимись над этим всем, и когда ты поднимаешься и наблюдаешь за тем, как ты это все выдумываешь себе, в этот момент ты не придешь к преступлению. Потому что мозг, он запрограммирован на тягу к удовольствиям. Ну, есть некая программа, как работает мозг. Когда ты выходишь на позицию Лемала, Минка, то есть, поднимись, узнаешь, что над тобой. И ты поднимаешься над собой. Смотришь на себя. Смотришь вообще на то, как ты выбираешь. У тебя вдруг открывается картина, ну... Исчезает влияние вот это. Вот это влияние твоего же мозга старого исчезает. И ты смотришь на себя как бы со стороны. Ну, позиция восприятия. То есть, ты выходишь на другую позицию восприятия. Вот это очень ярко видно. Муж, женой там, например, ругаются. И каждый стоит на своей позиции. Но если он встанет на позицию другой стороны и посмотрит на ситуацию ее глазами, он увидит совершенно другой ракурс. Если он встанет на позицию сверху, да, со стороны посмотрит на себя и на нее и подумает вообще... Черт, что ли? Да. Потому что когда ты со стороны смотришь, как другие люди ругаются. Да. Потому что, ну, о чем они вообще? Есть известная история, как мы с женой ругались. Значит, у них прямо конфликты, это тем были все. И пришли к Равину, значит, посоветоваться. И он говорит... Ну, а в чем вот суть вашей ссоры? Он говорит... Она мне говорит, что ты мусор выносил. А я не буду мусор выносить. Почему я должен? Вообще, почему она у меня командует? Я не буду выносить. Она говорит, нет, я готовлю, пускай он выносит мусор. В конце, значит, Равин говорит, ну, это серьезный вопрос, мне надо подумать, значит, ну, потом, значит, они ушли домой, вечером звонок в двери, значит, они открывают, стоит Равин этот, они говорят, вот что это, почему вы пришли? Он говорит, ну, пришел вам помочь, мусор вынесли. А я подошел. Они, и они тогда поняли, что, в принципе, это такой вопрос несущественный. То есть, это не является вообще принципом, ну, каким-то. То есть, когда ты смотришь на ситуацию с вот этой третьей стороны, то ты можешь увидеть вообще все по-другому и принять более объективный выбор. Но это он здесь, в этой мишне, он дал, как бы, те принципы, которые можно применять в момент, когда тебе надо сделать выбор. Но это не все принципы. Есть еще принципы, например, марбетца, марбетвуна. Много советующийся, он углубляет понимание. Это дальше мы будем учить. То есть, когда ты с тем, кто советуешься, он тебе дает какой-то ракурс, да? Советую тебе или советую, что ты... Нет, когда тебе советую, когда ты получаешь советую, ты говоришь, у меня такой вопрос, что бы вы сделали? И ты получаешь совершенно новый ход мысли. И ты думаешь, о, интересно, можно и так подумать. Другого, слушай, а что бы ты сделал в этой ситуации? Он говорит, я бы, там, я бы вот так бы поступил. Ты думаешь, что-то интересно, когда есть еще такой вопрос? Выходишь из своих рамок. Все. Но главное, вот эти принципы выбора, которые надо использовать. Все. Удачи, успехов. Выбирайте правильно. Представляйте Бога всегда перед собой.